Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Здравствуйте! Вчера я рассказала в своем видео про выставку, которая проходит вот здесь, на Киевской павильоне МЦД. И рассказала, что эта выставка называется «Лего город будущего» или «Город будущего лего». Там также «Транспорт будущего» представлен. Но, помимо всего прочего, мне бы хотелось вам рассказать об этом павильоне. О павильоне МЦД на Киевской. Кстати, он возобновил работу в конце января этого года. Он был закрыт. Но когда меня сюда отпускали, меня попросили перчатки надеть, потому у меня там немножко шуршит звук. Это шуршат перчатки. Но, тем не менее, маска и перчатка сейчас, в данный момент, обязательно. Очень доброжелательные сотрудники этого павильона все мне рассказали, показали. Я не люблю слишком повышенное внимание к своей персоне, поэтому я, возможно, здесь не все поснимала, что можно было бы. Но, в принципе, он такой небольшой, и представление сложить можно об этом павильоне, кто не был. В павильоне при помощи современных технологий в интерактивной форме рассказывается о маршрутах диаметров, способах оплаты, поездах МЦД, новых остановочных пунктах и сервисах для пассажиров. Но это, помимо, вот сейчас еще выставка проходит. Она вот такая небольшая, на шести метрах. Главный павильон, главный, вернее, экспонат павильона – это полноразмерный макет вагона «Иволды», новых поездов «Иволды», которые перевозят пассажиров на первых двух диаметрах – белорусско-совеловском и курско-рижском. В нем пассажиры могут ознакомиться со всеми пассажирскими сервисами, которые реализованы на МЦД. Это и Wi-Fi, и USB-зарядки, белокрепления и информационное табло. Ну, я зашла в кабину этого «Иволды», но тут появилась оттуда не возник девушка-сотрудница, которая очень учтиво мне предлагала помочь. Но я вышла, потому что я такие вещи, я вам сказала, не люблю. Я люблю спокойно сама-то. Ну, тем не менее, в кабине вот этого «Иволды» можно почувствовать себя машинистом поезда и проехать по первым двум диаметрам можно благодаря очкам виртуальной реальности. Здесь, конечно, более интересно людям помоложе меня. Они, я думаю, найдут чем здесь заняться и что узнать для себя. Благодаря системе проекторов «Mapping True» макет «Иволды» может менять цвет в зависимости от пожеланий гостей павильона. Вот, вы сейчас видите как раз вот это вот МЦД «Иволды», вот половина вагона. Ну и вот такие очень красивые интерактивные экраны по стенам, кстати, очень такие яркие, очень хорошая, приятная музыка играет. Просто, опять же говорю, у меня шуршали перчатки, и я вынуждена была убрать при монтаже, убрать звук, потому что шурок перчаток закрывает всё. Вот. Вот это вот такая штука в центре, очень тоже симпатичная. Вот, вы видите, пол поезда здесь стоит, куда можно подняться, зайти, пройти в кабину. И, ну зато я вот этой девушке спросила, что вот в этом вот посередине, по центру. Она мне сказала, пойдите, посмотрите, там зона дополнительной реальности. Она позволяет посмотреть на карту МЦД с высоты птичьего полёта. Рассмотреть Москву и её окрестности. Ну, это просто обычный поезд, как бы поезд и поезд, мы на таких ездили, ну, в смысле, за пределы Москвы. А вот, как раз эти диаметры на полу, и можно сверху всё это увидеть, как это двигается. Вот такая комната здесь ещё в центре есть. Можно составить индивидуальный ежедневный удобный маршрут с использованием МЦД. Это поможет сделать маршрутизатор. Он также посчитает, сколько времени сэкономит конкретный пассажир благодаря МЦД. Также еженедельно в павильоне МЦД проходят лекции историков, экскурсоводов, журналистов и участников проекта МЦД, которые рассказывают об истории, легендах и будущем транспорта Москвы и мира. Здесь есть также комната для фотографии. В смысле, можно фотокомната. Она позволит стать частью рекламной кампании МЦД и бесплатно распечатать своё фото. Ну, я туда так заглянула, но никаких рекламных действий для своего фото я не предпринимала. Опять же, повторюсь, в прошлом видео говорилось, что павильон открыт для посещения ежедневно, без выходных. Вход свободный с 9 утра до 21 часа вечера. До 21 часа. Ещё проводятся здесь бесплатно экскурсии. Можно записаться на сайте проекта экскурсии в метро. Надо отправить заявку на почту электронную. Вы можете увидеть на сайте mcd.mosmetro.ru Ну, а на сегодня это всё. Вот такой вот небольшой павильон МЦД на Киевской. Но, тем не менее, очень интерактивный, очень яркий, красочный и интересный. Просто я не пользуюсь, пока ни разу не ездила по МЦД, поэтому мне просто нечего было особенно вникать вот в эти вообще дела. Но для тех, для кого это стало транспортом, который перевозят на работу, с работы, или просто там как-то люди стали двигаться, передвигаться на этом транспорте, конечно, здесь будет интересно. Здесь можно всё понажимать, вот там задать маршрут. Ну, в общем, если вы здесь ещё не были... Честно говоря, я старалась была на Киевской, но в павильон почему-то не заходила. Я не знала, что здесь. Думала...